Москва, ток-шоу, пусть говорят. В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Эти шокирующие кадры человеческих останков сняты в обычной квартире мурманского официанта Ивана Лебедева. Этот 21-летний парень приятной наружности на прошлой неделе задержан за людоедство. С черепа я снял скальп, вытащил почти все зубы. Затем с правого бедра я отрезал кусок мяса, вот такого примерно размера. Затем содрал кожу, жир, и пока все варилось, варилось все часа два. Я еще сел за компьютер, слышал музыку и смотрел рецепт того, как можно делать колбасу из кишок. В школьные годы каннибал, как вспоминают одноклассники, отличался мягким нравом и хорошими отметками. На этих кадрах мы видим Ивана Лебедева на последнем звонке в школе. Соседи и коллеги Ивана тоже отзываются о людоеде положительно. Рассказывают, что он вырос в благополучной семье местного бизнесмена. Хороший парень, не пил, не курил, но что-то скажу, родители вообще красота. И у них все, и ладно, и никогда, и все, и все. Девушкам очень нравился, он был галантливым с ними так. Свою жертву Иван Лебедев нашел через интернет-знакомство. Есть версия, что это был учитель истории Роман Ермаков. Мама преподавателя Нины Петровны не в силах поверить в чудовищную смерть сына. Роман такой домашний, он всегда был, он никуда не хочет. Работа, дом, работа, дом. Откуда они там зависят? Как могло случиться, что, казалось бы, благополучный во всех отношениях парень превратился в людоеда? И что написал Иван сразу после убийства в своих откровениях, которые назвал «Исповедь демону внутри меня»? В кресле главной героини Зои Александровна Строкова, соседка Ивана Лебедева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насколько я понимаю, Зои Александровна, прежде чем его арестовали, он еще неделю ходил. Да, я точно видела его. Он шел как раз с мясорубкой, вышел на одной площадке живем. Вот он вышел с мясорубкой, есть у нас скамеечки, поздоровались с ним. Он ответил нам, что к маме идешь? Да. А мама у него в соседнем подъезде? Мама идет через подъезд от нас. Через подъезд. И купила ему квартиру с папой в этом подъезде, чтобы быть рядом, вроде бы в одном доме, все следить за сыном. Вот самое. А потом я видела его еще раз. Он стоял у подъезда, какой-то взволнованный. Я тоже шла с магазина, ему ответила «Здравствуй». Он мне вообще ничего не сказал. Ну, вижу, какой-то он мне по себе. Он мне не сказал, не сказал, я дальше пошла. Вот. А потом уже, ну, боже мой, зачем же ему срубка нужна этому ребенку? Ведь сейчас же фарш продается. Пожалуйста, да через подъезд мама живет. Сходи, покушай. Что тебе готовить молодому, холостому? Ну, а когда стали рассказывать, что делал котлеты он, это вообще не знаю. И вы связали все в одном. Да, я когда служила, думаю, значит, все точно получается. Это он крутил фарш, варил, ел. Это ж с кем-то мы живем. Вообще, я не знаю. Мы в шоке. Достаток. Родители. Богатые. Ну что, квартира есть. Нам бы такие квартиры в свое время покупали. Ну что, не хватало им? Все хватало. Ну, не знаю, что-то, видимо, не додали родители. Что, я не знаю. Не знаю, в чем вина. То есть вы считаете, это вот недостаток воспитания в семье? Я думаю. Или было очень жестко с ним, или слишком расслабленный. Что-то было все дозволено. Я так думаю. А вот живя рядом с ним, вы знали, где он работает? Нет, я это ничего не знала. Он не рассказывал. А можно уточнить насчет мясорубки? Какая-то странная вещь. Он что, ходил просто с абсолютно пустой? Прямо шел. Куда ходил? А зачем ее носить, если он делал дома котлеты? Куда он ее носил? На улицу, что ли? Да, он вышел с подъездом, пошел с мясорубкой и понес маме. Нет, но он взял у родителей мясорубку. Да, у родителей понес маме, да. И он у родителей взял мясорубку и принес домой. Мы же спросили еще, поздоровай, что здравствуйте к маме. Он, да, к маме. Я хочу все-таки пригласить соседку и друзей в эту студию, чтобы все понимали, как под маской молодого, симпатичного 21-летнего парня из благополучной семьи мурманских бизнесменов может скрываться сегодня людоед. Поэтому вот из разных фрагментов, из разных мнений я хочу сегодня составить вот такой рисунок, да, тем более у нас есть фотографии, видео. И главное, конечно, те свидетельства, о которых он рассказывает в квартире. Давайте посмотрим небольшую часть внимания. Мы познакомились 18 августа. Человек нетрадиционной сексуальной ориентации. И я притворился, что я тоже нетрадиционной сексуальной ориентации. Я пригласил его к себе домой. Немного мы посидели и пошли в ванную. Он разделся. И я воткнул ему нож и боролю. Из черепа я снял скальп. Вытащил почти все зубы. Из черепа, тухни и ладони я положил в желтый тазик. И поставил на балкон. Затем с правого бедра я отрезал кусок мяса. Вот такого примерно размера. Затем содрал кожу, жир. И пока все варилось, варилось все часа два. Я еще сел за компьютер, слушал музыку. И смотрел рецепт, как можно делать колбасу из кишок. Я все разрезал на куски вдоль. И положил жариться. Добавил томатной пасты, масло. Пожарил и все съел. Скажите, а девушка у него была? Никогда девочек не видели. Никогда. Столько мальчики были, да? Ну, к нему, что они не ходили. Давайте послушаем, что рассказывают соседи. Внимание. Мне даже вот это жутко, это самое, от этого делается. Как вроде бы, как мой вот это, вы понимаете? Хороший парень. Не пил, не курил. Но, что скажу, родители вообще красота. И у них все и ладно, и никогда еще сделано все до встатки. Ванька с нашего подъезда вроде никому вреда не причинял. И все спокойно. Да, залил только один раз. И то прибежал, помогал воду убирать. А что ему надо? Я не знаю, мясо захотел человече. Когда знаешь человека, так тяжко, прям невоносимо. Сейчас в этой студии появится друг, друг Ивана. Они дружат долгие годы со школы. Олег Рождественский, он приехал на этот эфир. Встречаем Олега. Привет. Вы сидели за одной партой, если я не ошибаюсь. Мы сидели за одной партой. Ну, с пятого класса учились вместе. Ты можешь поверить в то, что произошло? Нет, я не могу поверить. Во-первых, он рассказывает все это, как будто стихи выучил какие-то. То есть он задумывается, мямлит, что-то непонятное говорит. И такого я о Ване подумать не мог, потому что так мне он показался нормальным, адекватным человеком. А он вот как мальчик рос, он дрался. Ну, вот что странно, понимаете, вообще человека по лицу тяжело ударить, да? А тут взять еще человека ножом. Ну, с пяти, с пятого до одиннадцатого класса он ходил в школу бокса. То есть забитым его не назовешь? Да, забитым его не назовешь. В классе его не особо унижали. Его семья. Вот здесь тебе говорят, что очень состоятельная семья. Это было видно по... Ну, семья состоятельная, но они долгое время не общались. Скажи мне, шок, я понимаю, что, наверное, для многих, и правда он про это пишет в своем блоге, что он предоставляет эскорт услуги в Мурманске. Ты знал про то, что он зарабатывает? Это для меня было шокирующей новостью. Я как бы до последнего момента с ним общался, нормальный человек. Семнадцатого числа приглашал погулять, пообщаться с девушками, познакомиться, может, с кем-нибудь. То есть ты не замечал за ним, что Иван... Я за ним ничего не адекватного не замечал. ...человек нетрадиционной сексуальной ориентации, что он зарабатывает деньги тем, что встречается с мужчинами. Нет, я этого не замечал. Олег, о чем он мечтал в школе? Кем он хотел быть? Интересно его. Ну, он... Он хотел... Так, заработать побольше денег. Почти у отца хотел стать, да? А вот скажи мне, одну секунду, скажи, пожалуйста, вот у него состоятельный папа, да? Ну, там, в мурманске, по мурманским меркам, ну, такой серьезный бизнесмен. Но я его отца не знал. А почему плохие отношения? Что, ему не нравилось, что родители богатые? Не нравилось, что они купили ему квартиру рядом? После окончания школы они купили ему квартиру, и он с ними старался реже контактировать. Давайте посмотрим последний звонок в школе номер 20, да? Вы ее закончили. Да. Внимание. Следи Господь в вас печали. Если вдруг, то пусть плечо к плечу, что в дороге трудно плюпать. Чтоб не жертвой вам не стать, не калачом. Да, мы выпустили, смело дать плюти, сердце не грустит. Вот в белой рубашке как раз Иван. Но здесь он так выглядит на 10 килограмм посерьезнее, покрупнее. Ну да, он похудел за последнее время. Он специально занимался спортом? Бегал или что, или просто так? Да, бегал. Мы с ним после армии некоторое время бегали на новом мосту в Мурмановске. Ну вы заметили, что по иронии просто или по стечению обстоятельств учительница говорит, я желаю вам не стать ни жертвой, ни палачом на выпускном. Не знаю, обратил ты на это внимание или нет? Ну я обратил на это внимание. Скажите, вот там еще, если читать очень подробно его исповедь в интернете, там есть такая строка, что пару лет я без таблеток. Он принимал какие-то таблетки, у него были проблемы? Да, он сидел на антидепрессантах. Признаки депрессивного состояния, вы как его друг, близкий, вы отмечали у него? Спад настроения, вот себя, замкнутость. Он постоянно был замкнутым. Давайте послушаем и прочитаем фрагмент из интернета, который сам Иван назвал «Исповедь демону внутри меня». И вот фрагмент из этой исповеди. Моя жизнь – это тонкий луч света. Мне остался один шаг до того, чтобы погрязнуть во тьме. Тот факт, что я перерезал горло этому псевдоактиву, ничуть не повлиял на меня. Моя совесть чиста. Я не просыпаюсь ночью, я крепко сплю. Иногда я даже забываю о том, что сделал. Съедая мясо человека, ты крадешь его силу и душу. Все это бред. Возможно, на второй день он уже начал портиться, но мясо было жестким и имело специфический вкус. Что же мне делать с черепом? Возможно, пепельницу. Помнишь, когда я делал татуировку на шее, в салоне была пепельница в форме черепа? Забавно, конечно. Возможно, у него были дети. Меня и это не волнует. Даже если они спросят, где наш папа, я покажу им свои ладони, ведь их папа здесь, в моих руках, в моих глазах, в моей крови. Правда, его уже не существует. Впрочем, как и меня. Ребят, ну мы, извините, здесь все стараются пытаться, а возможно ли было вычислить этого человека как-то... Минуточку. Минуточку. Вы не отследите это в интернете, потому что этого полно. Психологи должны все отслеживать в интернете. Сколько миллионов психологов надо? Это невозможно. Пусть будет миллион, или иначе у нас не будет будущего. Абсолютно верно. Это только первая ласточка, а потом будет вообще войско. Слушайте, у него родители в соседнем подъезде, да? Причем достаточно состоятельные люди, которые могут нанять себе и психолога, и... А родители интересовало, чем занимается ребенок? Какое у него окружение? Что он смотрит? Мы попытались встретиться с родителями Ивана, с его отцом Владимиром Ивановичем. Вот как произошла эта встреча корреспондента. Внимание. Здравствуйте. Владимир Иванович? Да. Владимир Иванович, здравствуйте. Не буду ничего отвечать. Позвем, умерите. Две минуты, пожалуйста. Вот как по телефону папа комментирует ситуацию, которая произошла с его сыном. Я очень скорблю о погибшем, очень скорблю нашей семье. На сегодняшний день у меня нет сына. Я его похоронил. Все. Я слово «сын» не произношу. Это ублюдок. Ника, вот мне сразу вспоминается история после этих слов с Брэвиком в Норвегии, когда отец публично отказался от своего сына. Правда, там он... А мне вспомнилась история с Брэвиком, потому что становится очень страшной традицией излагать красиво свои мысли в интернете. Брэвик тоже написал потрясающий манифест, очень красиво по-английски изложенный. Психологи, как вы объясните, вот эту тягу, вот изложить, кому это все? В этом тексте прослеживается разлад мышления, непоследовательность, разрывность, символизм и совершенно эмоциональная опустошенность. Ничего себе эмоциональная опустошенность. Ничего себе эмоциональная опустошенность. Он, наоборот, наслаждение. И Брэвик тоже он наслаждается собой. Нет, это есть безусловно. Вы обратите внимание, что как и Брэвик, как и этот парень с Мурманска, у них не было проблем в детстве, у них были нормальные родители, нормальная жизнь. Это вы придумываете. Вы придумываете. Сейчас от него отец отказался. Откуда вы знаете, что он раньше от него не отказался? Это отказывался. Он просто на него не обращал внимания. Они не общались после того, как они разъехали. Обратите внимание. Обратите внимание. Я одну реванку. Я прошу прощения. Извините. Я знаю огромное количество семей, которые выросли, дети, без отцов, идеальными, приличнейшими людьми. Давайте мы вот эту эксплуатировать тему отца, отказавшуюся. Да вопрос не то, что отказался. Вы хотите понять причину? Причина на поверхности. Мне кажется, что именно что у людей в детстве, у ребят нет проблем, вот хорошие родители, у него обеспеченная семья, что там и что там. И дальше они начинают просто с жиру беситься, мне кажется. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Далее в нашей программе «Школьная любовь людоеда». Что написал он ей незадолго до убийства? Вы узнаете это первыми после рекламы. В эфире «Пусть говорят» тем эфир сегодня «Исповедь людоеда». Эти шокирующие кадры человеческих останков сняты в обычной квартире мурманского официанта Ивана Лебедева. Этот 21-летний парень приятной наружности на прошлой неделе задержан за людоедство. С черепа яснял скальп, вытащил почти все зубы. Затем с правого бедра я отрезал кусок мяса, вот такого размера. Затем содрал кожу, жир. И пока все варилось, варилось все часа два. Я еще сел за компьютер, слушал музыку и смотрел рецепт, как можно делать колбасу из кишок. В школьные годы каннибал, как вспоминают одноклассники, отличался мягким нравом и хорошими отметками. На этих кадрах мы видим Ивана Лебедева на последнем звонке в школе. Соседи и коллеги Ивана тоже отзываются о людоеде положительно. Рассказывают, что он вырос в благополучной семье местного бизнесмена. Хороший парень. Не пил, не курил. Ну, что скажу, родители вообще красота. И у них все и ладно, и никогда, и что, и что. Девушкам очень нравился, он был галантливым с ними. Свою жертву Иван Лебедев нашел через интернет-знакомство. Есть версия, что это был учитель истории Роман Ермаков. Мама преподавателя Нины Петровны не в силах поверить в чудовищную смерть сына. Роман такой домашний, он всегда в руку. Он никуда не ходит. Работа, дом, работа, дом. Откуда они там зависли? Как могло случиться, что, казалось бы, благополучный во всех отношениях парень превратился в людоеда? И что написал Иван сразу после убийства в своих откровениях, которые назвал «Исповедь демону внутри меня»? Во время рекламы к нам присоединилась Анна Ромашова, одноклассница Ивана, в которую он тайно был влюблен. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь женщины из зала говорят, что повезло Ане, что ее не съели. Страшная шутка, но я знаю, что Иван нашел тебя в социальных сетях уже спустя несколько лет после окончания школы. Да, да, да. Я как бы очень долгое время Ваню вообще не видела. Наши пути вообще по жизни разошлись. И в прошлом году, в ноябре, он просто мне написал там «Привет, Аня, типа, это Ваня, там, помнишь меня? Мы с тобой вместе учились». Как бы сначала у него были наводящие там вопросы, как у тебя дела, чем ты занимаешься вообще. Но потом он писал мне ужасные вещи. У меня просто волосы на голове дыбом вставали. Вот одно то, что он писал. 19 ноября 2010 года. После выпускного, в первую очередь, мне хотелось отомстить всем тем, кто развил во мне комплекс неполноценности. Я не могу завести девушку и сделать с ней ребенка, потому что он будет страдать так же, как я. Я ни о чем не жалею в своей жизни. Все, что не убивает, делает нас сильнее. В общем, я купил пилу по металлу, раскладной ножик, три бутылки дешевого вина. Я сидела на лекциях высшей математики, когда меня наконец-то осенило величайший кусок дерьма на земле – это я. Все зло глубоко залегло в недрах моей души. И искоренять свои слабости можно только жестокими методами. Я хотела сделать кастрацию и оскопление ножом для резки картона, а нос – отрезать пилу по металлу. Я учусь на психолога, возможно, для того, чтобы разобраться в себе. Все, что я делал с собой, это была Евгеника, а ее цель – сделать от меня совершенного человека. Девушка, скажите, почему вы не обратились в прохранительные органы, когда это прочитали? Ведь видно, что это нездоровое состояние человека. Вот мы и совершили. Хорошо, мы преследовали еще нет оснований. Если вспомнить, вот как ты расцениваешься и каким ты запомнила, Ивана? Ну, у Ваня всегда был такой скромный мальчик. Ну, сам себе на уме, не пойми что. И вот эта вся его переписка, сначала как бы, ну, я-то с шуткой принимала, ну, это все. Я ему так же отвечала, потом, что все, не пиши мне. Ну, и как бы он написал вот это вот уже последнее ужасное. И все, и пропал. Ну, больше я его не… А, нет, я его не видела 4 года. Спустя 2 дня после этих всех переписок я его встретила у нас в городе. Я к нему подошла и сказала, А, Ваня, что ты вообще мне писал? На что он мне просто… Ну, он был ошарашен, он мне сказал. Да я ему как бы, ну, дурака гнал, не обращая внимания, типа, это все там. Я говорю, ну, еще если подобное что-то будет, не надо мне вообще писать. Аня, он любил вас? Не знаю, я как бы, ну… А мог он любить-то? Не заметить, ну, может быть, но… Ну, вот все, что ты узнала про него, вот сейчас, вот те факты всплывающие, для тебя что-то было шокирующим или что-то вот внутренне ты могла ожидать уже вот от него? Ну, я сразу… Потому что по хорошему счету, если посмотреть на эту фотографию и посмотреть его сегодняшнего, то он, конечно, сделал работу над собой, да, от вот такого неуклюжего до вот такого мурманского мачо, что-то видно, да, что как бы там… Ну, вот я видела неделю назад его, последний раз я встретилась в магазине с ним, в супермаркете, он очень хорошо выглядел, я еще удивилась, потому что буквально полгода назад я видела так, ну, то же самое такое, как бы неуверенный в себе немножко, а тут он высокого роста, как бы, ну, возмужал, он с хорошей физической форме, там, плечи широкие, татуировки, заметила, что он сделал, у него была короткая… Ну, в принципе, он одет был так же, как вот показывали в новостях, та же одежда, вот почему я его и узнала, я сначала была в шоке, но когда я начала читать вот эти все переписки, я просто поняла о многом, что он мне хотел сообщить, и неизвестно, как бы… Как бы он мне писал, что мы по-любому с тобой увидимся, за тобой уже вышли, я сначала думала, может, шутят там или еще чего-то, а сейчас неизвестно, если бы его не поймали так быстро, кто бы следующий был, это же, ну, это ужасно. То, что он говорил и писал Ане про кастрацию и про нос, он осуществил, посмотри, что он рассказывает в своей квартире, внимание. Вообще, посылки были еще с самого детства, 17, я хотел убить человека, я пошел в гараж и стал пилить себе конкретно нос, и хотел сделать кастрацию, но я смог только отпилить нос, немного совсем, вот, но родители меня нашли, как-то узнали, что я в гараже. Мне кажется, здесь совершенно очевидно, мы имеем дело, ну, скажешь, с человеком психически нездоровым, у которого такой комплекс сверхчеловек. Об этом писал Достоевский, когда он описывал Раскольникова, и об этом писал Ницше, и масса еще и литературы. Человек хотел доказать, что он это может. Судя по тому, как он охотно рассказывает об этом всем, абсолютно никакого чувства вины, ничего. Он добился этого момента, это 15 минут славы этого человека, он знал, что о нем будет говорить вся страна. Он добился этого, и его мечта исполнилась. Понимаете, конечно, это патология чудовищная, но его можно только пожалеть. Нет, 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 нет. Все началось дома. Разрешите все-таки внести некоторую ясность, поскольку все-таки поразвучала мысль о нездоровье этого человека. И поэтому, как специалист, я должен сказать, вот элементы следующие. Депрессия, принимал антидепрессанты, комплекс неполноценности, замыслы. Он себя казнит, у него идеи самоуничижения. Он хочет что-то такое сотворить, необычное, но не в том плане, чтобы показать на весь мир, какой он необычный. Ну, у нас же есть проблемы многих людей, которые живут сегодня вокруг нас. Это человек, мне кажется, с таким болезненным честолюбием, с несчиславием, которое нереализованное, да, с кучей комплексов. И которое с детства загоняли в бутылку его. Его надо было вовремя показывать психиатру. Он начал принимать антидепрессанты. Кто ему их назначал, непонятно. Дальше. Конечно, там картина психиатрическая, безусловно. А в чем психиатрия, скажите мне? В том, что человек в 21 год думает о смысле жизни? В том, что его родители выгнали откупившей квартиры? В том, что дальше... Скажите, почему он это сделал? Причина. Вы все говорите, какие-то проблемы. Причина психическое расстройство. Причина в том, что он... Самолюбие. 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 Я прошу меня извинить. Надо раскрыть содержание этой предаводействии. Раскройте, раскройте. Давайте не все разговариваться. Мне очень нравится, что мы сейчас его сделали очень несчастным человеком. И сразу поняли все его проблемы. И сразу все ему простили. А мне его вообще не жалко. Человек, понимаете, если у него такая тяжелая жизнь. Отец, там дети. Я не знаю, что у него там в детстве с ним случилось. А кто он не очень жаловался в жизни? Я... Тихо, спокойно. Я понимаю, он бы пошел и прыгнул с моста. Но он рассчитал. Такой четкий расчет. Такой четкий рассказ. Такой четкий текст. Никто не... Понимаете, это такая картина, вот это такой спектакль, он абсолютно нормальный человек. Есть попытки понять, а возможно, они вычислили. Но он кричал, Ника, он кричал не только в августе месяце, да, он кричал давно уже и писал. Он писал, там уже, девочке, которую он симпатизировал в школе. Айди, ты с моста. Какого черта ты вообще кого-то съел? Давайте еще одну одноклассницу, Яну Смирнову, которая приехала из Мурманска, пригласим сюда к нам в студию. Андрей, это вообще все, это невозможно. Вот я, на самом деле, я в корне не согласна с тем, что здесь сейчас происходит. Люди, которые вообще в упор ни разу человека в жизни не видели в глаза, позволяют себе такое говорить. Вы его знали? Да, я его знала. Ваша точка зрения, почему это произошло с ним? Я вообще отрицаю тот факт, что это могло произойти. А зачем это так? Считайте, он себя сама говорил. Как? Провокация, любая. Вы видели, вот, вы видели фотографии мальчика, девятый класс, мальчик одиннадцатый класс. Вот вы же сами заметили, насколько он стал лучше, насколько он стал красивее. Он добивался хороших результатов. Вы говорите, работал просто там в кафе. У него были лучшие результаты, где бы он, чем бы он не занимался. Вы думаете, нет людей, которые, не знаю, которые не любят таких. Много кому могло быть действительно... Вы считаете, он свою красоту готовил для чего? Вот для этого выхода или для чего другого? Брэйвик тоже хочет в Афраке появиться на суде. Вы считаете, что это все его подставили? Я считаю, что кому-то очень даже выгодно то, чтобы этот мальчик пострадал. Сто процентов. Какой мальчик? Но он сам рассказывает. Я училась с ним. Я общалась очень неплохо. Я была в шоке от того, что он мне писал. Это ужас. Ян, нормальный человек не будет такое писать. Мальчик был в тебя по-настоящему влюблен. Какая разница с жертвами? Все в случае с психиатрией, второе. Скажи, то есть твоя версия, что из него могли просто выпить эти показания и... Я отвечаю вообще. Я смотрела этот выпуск новостей. То, как человек говорит, это просто считалка, которая вот как будто считана с листка, которую заставили заучить. Ну, а черепы откуда? Ему принесли туда и подбросили этот череп и кости. То, как это было сделано? Я могу сказать, что я с этим человеком училась с 5 по 11 класс. Лучше мальчика у нас в классе не было. Лучше мальчика. Смотрите на экран. Вот потерпевший мальчик, а не он. Давайте я вот завтра принесу кому-нибудь под похожее ведро. Да откуда известно, как оно появилось? Видно, что он резал этого человека. Скажи, ну вот вашей классной руководительницей, Татьяне Анатольевне Пикуленко, он писал 22 ноября 2010 года следующий текст. Я понял, что не уважаю ни себя, ни тех людей, которые воспитывают меня. Вы чудесная женщина. Но если я вас встречу в реальной жизни, я, наверное, умру от стыда за себя. Если мы когда-нибудь встретимся, пожалуйста, сделайте вид, что вы меня не заметили. Мне страшно. Ученик пишет своей учительнице, да? Почему? У него могла быть любая эмоция. Он мог спасть просто в депрессию. Мне кажется, что в этом человеке жило на самом деле два других человека. Один такой хороший, весь из себя, весь нормальный. Даже что девушка, я не хочу сказать, что эта девушка пытается его обелить. Просто, может быть, он и правда выглядел так, что в голову прийти, что это можно сделать в здравом уме. Или еще вообще это в реальности можно сделать. Пла человека в одном это расщепление. Хорошо, скажи, скажи, вот важный момент, важный момент воспитания. Давайте еще раз послушаем еще один фрагмент исповеди демона внутри Ивана. Я хотел написать автобиографию. Твои этапы развития внутри меня. С момента школы и этих странных чувств. Как я хотел стать маньяком. Как я хотел сделать кастрацу и порезать себе лицо. Впрочем, мечты имеют свойство воплощаться в реальность. Мне нравится играть судьбой. Я получаю удовольствие от лишения жизни того, кто ее не ценит. Его кровь на моем лице, на моих руках, на моей одежде. Это словно оргазм. А мораль? Мораль это последний оплот труса. Ты же знаешь, это не для меня. Все женщины одинаковые. Все парни хотят одного. В этом мире ничего нельзя изменить, кроме самого себя. Выход один. Массовое истребление. Андрей, отечественное производство. Да не отлично. Андрей, вам не кажется, вот я мне пришел на эту передачу, я думал в голове, что это убийство. Пусть оно какое-то сверхординарное, каннибализм. Ну это просто... Вот сейчас я смотрю, у меня вот, я не знаю, здоровый мужик, у меня как будто по спине холодный пот идет, да? Это как будто фильм ужасов. Он реально реализуется. А мне кажется, что в этом человеке кто-то действительно жил, да? Какая-то им сила вела. И он с этой силой пытался разобраться. И эта сила оказалась сильнее него. Хорошо, тогда вы должны сказать, что он принимает таблетки от антидепрессантов. У него депрессия. И значит, врачи что, пропустили... Пропустили, проморгали. И родители несут ответственность за то, что не обратили внимания на психическое состояние своего сына. Они отмежевались от него. Это их преступная позиция. А теперь отец отказывается, называет его подлецом. Это неправильно. Надо разобраться в этом. Вот у нас как раз молодежь вот такая вот, 21 год, 17, 16 лет, совершает такие страшные... Кто-то крадет детей, понимаете? Ураган как будто сносит. Нету вот чего-то. Не надо мистике. А что? Не надо мистике. А куда ему идти? Мы там видели на экране уже. Заработать денег? Так это не идея. Вы стараетесь найти рациональное объяснение там, где его нет. И уважаемый врач... Случаешь при шизофрении. Здесь нет рационального объяснения. Здесь какая-то другая сила. Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе управляющий кафе, в котором людоед работал официантом. Что расскажет он после рекламы? Спасибо, что не переключаете в эфире «Пусть говорят». Тема эфира сегодня «Исповедь людоеда». Эти шокирующие кадры человеческих останков сняты в обычной квартире мурманского официанта Ивана Лебедева. Этот 21-летний парень приятной наружности на прошлой неделе задержан за людоедство. С черепа я снял скальп, вытащил почти все зубы. Затем с правого бедра я отрезал кусок мяса, вот такого примерно размера. Затем содрал кожу, жир. И пока все варилось, варилось все часа два. Я еще сел за компьютер, слушал музыку и смотрел рецепт. В школьные годы каннибал, как вспоминают одноклассники, отличался мягким нравом и хорошими отметками. На этих кадрах мы видим Ивана Лебедева на последнем звонке в школе. Соседи и коллеги Ивана тоже отзываются о людоеде положительно. Рассказывают, что он вырос в благополучной семье местного бизнесмена. Хороший парень, не пил, не курил, но, что скажу, родители вообще красота. И у них все и ладно, и никогда, и все, и все. Девушкам очень нравился, он был галантным с ними так. Свою жертву Иван Лебедев нашел через интернет-знакомство. Во время рекламы к нам присоединился управляющий кафе, в котором работал Иван Лебедев, Андрей Дюшев и официантка, которая знала и дружила с Иваном, Татьяна Бибкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, Андрей, принимали Ивана на работу. Да. Вот можете вспомнить собеседование и то впечатление, которое произвел на вас парень? Ну, что я могу сказать? Ваня был спокойный, скромный. Он пришел с армии, нигде не работал. Хотел устроиться на работу, когда он был без опыта работы. Когда, естественно, я у него спросил, для чего тебе это нужно? Он говорит, я хочу это попробовать, мне это интересно. У вас кафе модное, не модное, дорогое? Да, в центре города модное кафе. Кафе-клуб. И, если не секрет, какая зарплата у Ивана Стретей приблизительно? Приблизительно. Ну, там зависимо от смен. Ну, 1012, ну, зависимо. Плюс от чаевые. Ну, плюс чаевые, которые... Естественно, чаевые, они все, которые зарабатывали, забирают себе. В каких отношениях он был с коллективом? Первые, наверное, два месяца был не очень общительный. О! Вот. В дальнейшем, когда прошло месяца три, то есть в человеке что-то изменилось. Вот, что вы говорили, да, вот, может быть, кто-то там, раздвоение личности или еще что-то. Его, честно говоря, я даже не узнал. То есть человек изменился в корне. То есть стал всем помогать, стал общительный. То есть у него появились друзья, то есть появились девушки. То есть он встречался с девушкой с нашего коллектива. Они лето целое жили вместе. Вот. Они любили друг друга. То есть никаких признаков там психоза, еще чего-то. Ну, то есть не было у него этого. Непосредственно человек никогда не опаздывал на работу, это раз. Никогда никого не подводил. Если кто-то его просил подменить, всегда выходил, подменял. Это два. Всегда приходил раньше всех, это три. У нас каждый месяц, первого числа, подводится итог лучшего работника заведения. Он выбирался лучшим официантом. Два месяца подряд, персоналом. Я вас спрашиваю, как вы понимаете, резкую перемену в состоянии. Таня, а ты когда увидела в новостях вот этот сюжет, когда твой, скажем так, товарищ по работе рассказывает про то, как он съел человека. Ты можешь вспомнить свои ощущения? Я просто, я была в шоке. У меня был ступор. Я просто, я смотрела на него, а потом через, наверное, минут через пять я просто начала плакать. Потому что я реально, я узнала его. То же самое. Ну вот ты, что можешь сказать про него? Все, как Андрей описал, что хороший. Он работал отлично, просто. Да, он даже... Вы видите, парадоксальная ситуация. В одном человеке уживаются два абсолютно разных человека. Мне кажется, это какой-то уникальный случай, который она медицина должна изучать. То есть, чтобы... Да, она уже от случаев не уникала. В техонерологическом диспансере таких очень много, поверьте. Мы только в мистику уйдем. Ну что вы изучили, что вы изучили? Вы понимаете, что даже люди, которые с ним по несколько лет говорят, этого в принципе быть не может. Шизофреника обидно, кого-то обидно. А это даже животное не обидел. Никакого зла никогда не сделал. С одной стороны, это идеальный мальчик. С другой стороны, чудовище. Как так может быть? Вы понимаете, что это вещик может быть выше нашего понимания? Он созревал, он готовился, он планировал. Папа поповки пошлепал, таблетку съел. Он чем-то болен. Он говорил, что он чем-то болен. И чтобы излечиться ему, чтобы ему излечиться, ему надо съесть человеческое мясо. Он вам это говорил? Нет, подождите, я это узнал 31 числа, когда только приехал в сопуск. Я только приехал в сопуск. Извините, пожалуйста. Сейчас пойдут разговоры такого плана. Ну допустим, я просто говорю, не могу сказать. Он у вас на кухню не просился никогда мясо помочь разделать? Нет. Ни в коем случае у нас официанты кухни не подходят. Они не имеют права. Кто-то зацепился за это. В плане, в плане, это человек, кому он сказал, это человек и воспринял в шутку. Я никогда не поверю. Что человек с таким больным самолюбием и честолюбием, с такими неудовлетворенными амбициями мог удовлетвориться званием лучшего официанта. Но это действительно... Все это липо, придурешь. Но человек же с чего-то должен начать. Он начинает с лучшего официанта. А я вам скажу с чего. Он шутил про мясо, а ему нужна была такая степень превосходства над другим человеком. Что он убил его? С коллегой, потому что, согласитесь, ему нужно было внимания. Где вы здесь превосходство увидели? Мне кажется, все записки... Сейчас, секунду. Опять про ту минуту славы. Не просто человеческое мясо. Да какая минута славы? Он не просто хотел человеческое мясо поесть, согласитесь. Хоть в одной переписке мы вышли, введем минуту славы. Вы о чем говорите? Хорошо. И все-таки, а вот эта история, что в Мурманске он работал в эскорт-услугах, вы это знали или это тоже для вас какой-то шок? Это только вот, я все узнал 31 числа. Давайте посмотрим еще фрагмент исповеди Ивана в социальных сетях. Мне не страшно от того, что меня упекут в психушку. Я вообще не понимаю то, что я делаю. Я не беспокоюсь о будущем. Мир такой большой, мир такой чужой. Я стал безжалостнее. День, месяц, год, без таблеток. Это было не просто трудно, но цель оправдывает средства. Это прекрасно, видеть страх в глазах окружающих. Безумие – это узкий мост между берегами разума и инстинкта. Я следую за тобой, как слепой ребенок, который ползет за своей матерью, чуя ее запах. Солнечный свет сбивает с толку. Опускаю свои веки. Его нет для общества. Все, про него можно забыть. Он никогда не вернется в нормальную среду обитания. Вот, давайте, по этой гипотезе, я тоже... Его больше не будет никогда для общества. Давайте разберем причину, из-за чего это появляется у нас все чаще и чаще. Брейвик, Иван, вот эти вот люди, годы, которые съели свои... Нет, прежде чем мы рассмотрим, то он для убережья. Причинить надо, а не хоронить сразу, да? Здесь все равно непонятно, что произошло. Может, что не нуждаются в лечении? А, до секунды, Александр. Не понятно, что произошло, еще что-то. Но, может быть, он с кем-то встретился. Понимаете, здесь какие-то сатанинские дела. Вот это каннибализм, вот это дьявол, вот эта тьма во мне, еще что-то... Гомосексуализм называется. Необязательно. Нет, подождите, есть гомосексуалисты замечательные, вообще приятные люди. Он жил, он жил, он жил с девушкой, на то, что он пишет, понимаете? Почему они расстались? Она плачет, она плакала в трубку. Ну, а что она тебе рассказывала про него? Она была в него влюблена, или они были до последнего дня вместе, и... Это очень похоже на подставу. Он расстается со своей девушкой, он меняется. Уже несколько версий прозвучало, что человек поменялся в корне. Он расстается со своей девушкой, появляются вот эти слова, появляется вот эта ситуация. Ну, неужели это неудивительно? Ну, вот как человек, который был, я просто знаю его, я с ним училась. Это, я могу сказать, я твердо говорю сейчас, это был лучший мальчик в классе. Это был самый лучший мальчик в нашем классе. И более такого хорошего, порядочного не было. На самом деле, это история абсолютно мутная и неясная. Если честно сказать, я знаю, что этот человек находится сейчас под следствием. Следствие может выяснить совершенно неожиданные вещи. Я почти уверен, что, может быть, там и не ел он никакого человека. Придумал это, и описал это, и сделал вот эту всю декорацию. А может быть, ничего этого и не было. Потому что следствие еще идет. Мы вообще не имеем права его осуждать, когда мы не знаем подробно. Совершенно верно. Следствия нет уже каких-то... Я считаю, что важно сказать, что все-таки Иван работал не поваром, как его описали в прессе, что он повар из Мурманска, что он официант. А поваром работает Алексей Аркипов, который приехал на эту программу. И сейчас тоже расскажет свою точку зрения, почему это могло произойти и могло ли это произойти с Иваном. Встречаем Алексея. Здравствуйте. Привет. У меня своя есть точка зрения по поводу Ивана. Я непосредственно работал поваром, то есть я с ним очень много общался на протяжении всей работы, из смены в смену. И как бы поведение Ивана было... Было в этом поведении очень много странного, и непонятных вещей он много каких-то делал. Общался? Конкретно. Общался? Он вообще практически не общался. Так ты только что сказал, что ты общался с ним и смену в смену. Я пытался с ним общаться. Подожди, не перебивай. Не перебивай. Дайте ему послушать. Давайте выслушаем. Давайте я выслушаю. У него есть шрамирование на руке. К нему подходишь и говоришь, Ваня, зачем ты это сделал? Он не может дать ответ. Шрамирование? Шрамирование. Почему-то про это никто не говорил. Его неадекватное поведение. Он постоянно косячил в работе. И когда ему объясняешь, он... Косячил в работе он когда? Пару месяцев, правильно? Хорош. Почему всегда? А почему всегда ты? А почему всегда ты? Почему всегда ты? Не мешайте, не перебивайте дать откровенную, объективную информацию. Звание луководства дает не коллектив, а дает те, кто сидят в кабинете. Но я же знаю, я же ни разу не писал в этой бумажке. Так ты ничего нигде не писал. Непосредственно у тебя что? Мат на мати? Ты взрываешь, а на взрослых женщин матом орет. Ладно? Ладно, да? И на официантов матом орет. И на официантов матом орет. И на официантов нас съели. Что тогда? Он встает по спине моего ребенка. Вы представляете, что это? Вы представляете, я в шоке. Моего бы сына съели и еще не дай бог что. Вы о чем говорите? Какой он лучший официант? Вы не видели, что шизофреник у вас работает? Вы сказали? Нормальные люди. У нас один это никогда не будет в солоде. Никогда. Но мой сын может пострадать тоже. Да вы сейчас пострадаете. Вы понимаете? И пусть я пострадаю. Мама Алексея, я понимаю ее чувство, когда она должна... Я в шоке. Понимаете? От вашего солода вы принимаете на работу. Если мой сын матюгается, это не повод. Понимаете? Он не убил никого. Нигде никаких проблем не создал. Он один на один вот так вот с ним постоянно каждую смену. Не надо говорить. Да что он мне говорит? Давайте сейчас покажем лучшую фотографию учителя, который не вышел 1 сентября на учебу, да? У вас есть дети? Роман Ермаков, да? Вот, который пострадал. А Алексей действительно... Я не ответил на вопрос. Я с вами вообще не хочу разговаривать. Экспертиза еще не успокоит. Потому что хотели вы со мной разговаривать, а не хотели. Все-таки давайте мы говорим сейчас... Все-таки за Ваней замечал много кто, весь поварской костяк, я скажу так. Все ребята замечали за ним неадекватное поведение из его странности. Конкретные примеры. Будьте добры. 1-2. Хорошо, шамирование. 1-2. Неадекватное. Он приходил на работу, он не кушал, он целыми днями ничего не ел, было такое. Он приносил с собой диеты, которые разводишь с молоком и с водичкой, его пьешь. Мы спрашиваем, Ваня... Сменов совершенно нормально. Помолчите. Ну это да. Я каждый день пью на работе вот это, да. Помимо этого, надо что-то кушать. Первое, второе. Но он утверждает то, что я могу ничего не пить и не есть, кроме вот этого коктейля. Я тоже могу. Если хочешь похудеть, то да. Ну он целый месяц так на этом жил. Точно так же. Если он работал в эскорт-услугах, то ему нужно хорошо выглядеть. Правильно? Поэтому он, безусловно, держал себя в форме и пил эти коктейли. Вот и все. Давайте мы сейчас сделаем еще одну небольшую рекламу, а далее в нашей программе появится косметолог Ивана. Почему она отказалась работать с ним? Все причины вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Вы смотрите «Пусть говорят». Тема эфира сегодня – исповедь людоеда. Эти шокирующие кадры человеческих останков сняты в обычной квартире мурманского официанта Ивана Лебедева. Этот 21-летний парень приятной наружности на прошлой неделе задержан за людоедство. Во время рекламы к нам присоединилась Татьяна Алексеева. Она работает косметологом в Мурманске и была личным косметологом Ивана Лебедева. Здравствуйте. Мы уже договорились здесь, что Иван следил за своей внешностью. Наверное, поэтому он обратился к вам. Да. Иван связался со мной через одну из социальных сетей, с моей рабочей страницы. Позвонил мне. Мы договорились о встрече, о приеме. И несколько раз потом он посещал мой кабинет. С какими проблемами он обращался, если это не секрет? Акны. Это угреватель. Он показался вам привлекательным, общительным, интересным? Я перестала с ним после, наверное, четвертого приема. Я отказалась работать с ним совершенно, потому что работать с ним было достаточно тяжело. Иван был неконтактен совершенно, всегда был мрачный. Здрасте периодически от него не услышишь. Извините, он обязан общаться. Как бы он может отказаться от клиента, если он записался, позвонил в салон, записался, как его оттуда? Да, что такое? Я тоже имею выбор. Право на выставку. Ну, что вас насторожило? Ведь не только здрасте, до свидания, да? После этого он мне звонил, интересовался, какое у меня образование. У меня среднее медицинское образование. Он спрашивал, где я училась. И посещала ли я во время учебы морг. Морг? Да. Этот вопрос меня вообще просто поверк в шок. Я попросила его больше мне не звонить и не беспокоить. Вот вам конкретные аргументы и признаки его болезненного состояния. Есть, секунду, да, Леша. Вот этот вот Ваня на вид спокойный, молчаливый, который держит все в себе. Я наблюдал в Солоде, вот, однажды, это, наверное, было очень редко, но один раз я заметил, как у него произошел конфликт непосредственно с его коллегой, с другим официантом. То есть у него были очень бешеные глаза, из-за чего-то он на нее очень разозлился и чуть на нее там, наверное, не убил, если бы она не убежала. Вот такой вот был, такая зацепка была между ними. В моих приемах мне показалось странным то, что, ну, чистка лица, как, наверное, большинство из нас известно, это достаточно болезненная процедура. Ему эти процедуры нравились, он их спокойно абсолютно переносил, то есть ни боли, ни слез он не испытывал, что тоже достаточно... Элементы мазохизма, наряду с элементами садизма, извращение влечений, полового и пищевого, все это входит в картину его болезни. Нет, ну хорошо, если человек понимает, что он несовершенен, да, что никакого, то есть он работает над собой, внешне, может быть, он меняется, но внутренне-то он никак не меняется, правильно? Он же это понимает, и тогда это вот это раздвоение, да, когда он видит себя в совершенном зеркале, но несовершенном внутри, и это приводит его к психическому вот этому... В том-то и дело, что он чувствует свое болезненное состояние и пытается как-то с ним бороться, преодолевать. Это реакция личности человека на развитие болезненного состояния, что нам, психиатрам, хорошо известно. Они ищут попытки объяснить, попытки выйти из этого состояния, и это обрастает комплексом неполноценности, депрессии, всяких переживаний. Но болезнь сильнее, болезнь все-таки его приводит к трагическому поступку. Я понимаю, но давайте вспомним другой пример. Вот Евгений вспоминал Достоевского, Родиона Романовича Раскольникова. Вот по описанию, да, который мы даем в романе, который мы даем характеристику, люди, которые его знают, что он малоразговорчив, замкнут, угрюм, высокомерен, эпохондрик. Похоже все достаточно, пока он не стал лучшим официантом, правильно? Но при этом у Родиона Раскольникова была идея вседозволенности, да, у него была идея вседозволенности, и никто его психушку в результате не посадил. Он был очень терпимый, спокойный, мягкий и понимающий. Если он сам не обращался, пытался не общить. Возможно, он комплексовал, это нормально для мальчика. Я считаю, что здесь все равно идея Брейвика во фраке на суде. Позвольте мне, пожалуйста, закончить мысль, многие мачки комплексуют. Извините, дайте я договорю, пожалуйста, я вас все равно переговорю, мне надо со мной спорить. Вы не переговорите друг друга, а для того, чтобы дойти, дойти, дойти. Я хочу договорить, я договорю, дам вам слово. А с другой стороны, вот я вот так я подготовился, я долго об этом писал, я всех пугал, я всем говорила, я ходила в морке, я читала книжки, я еще что-то такое. Я его расщенела, я точно поняла, сейчас палец, зубы, уши и так далее. Ну что вы рассказываете, что у него бедное детство? Да трижды наплевать, что у него бедное детство. Разве мы подошли здесь к истине, ну вот доктора послушать, у него легкий шлепок, что-то запрямил, приупирается. Мне, по-моему, кажется, тут вообще студию пора святой водой окропить, потому что здесь, ну понимаете, здесь вот настолько все непонятно, настолько здесь все это сложно. И потом к любому человеку это можно применить. Повар пришел, сказал, девушки, косметологи, если вчитаетесь, вот вдумаетесь в этот смысл, я говорю, у вас волосы на голове начнут шевелиться, там очень что-то серьезное, мне так кажется. Господи, ну армия все исправит, но мы нашли сослуживца Ивана, с кем он провел вместе год в поселке Оленья Губа под Мурманском. Иван Рычагов, он сейчас проживает в Саратовской области и только по телефону узнал о том, что совершил Иван. Встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Вань. Итак, в каких войсках вы служили, здесь задавали вопрос? Морская пехота Северного флота. В Зелуничестве. Мой служивец. Войска войска из 944. Итак, я знаю, что вы только от наших редакторов узнали по телефону, вернее, вы знали про этот случай, но никак не сопоставили, что это он. Да, потому что с этим человеком я год общался, сидел за одним столом, можно сказать, ел, пил, каждое утро бегали на зарядку вместе. У него телосложение спортивное вообще было. Как я знаю, у него разряд по боксу есть. В армии он был вообще необщительный, на контакт ни с кем не выходил. Вот, пожалуйста. А дедовщина была? Его обижали? Дедовщины не было в армии. Его обижали? Он служил в комендантском взводе. У них был взвод показательный. У них даже нельзя было, чтобы даже одной царапины не было. Они всегда выезжали в Мурманск на парады, выходили. У них нельзя, недопустимо было, чтобы был синяк, допустим, там, или еще что-нибудь. То есть эти татуировки и шрамирования появились уже после армии? Нет, на шее была татуировка у него одна. Он никогда не говорил, что она обозначает вообще. А что там было изображено? Там изображен был иероглиф, как я не ошибаюсь, вот с этой стороны. На шее иероглиф какой-то. Он обозначение не говорил, что это обозначает вообще. Он не рассказывал тебе, Тань, что это за татуировка? Нет. Не, ему задавали вопрос, он не отвечал. Он не отвечал. Символ, символ скрытого убеждения. Ну, на мой взгляд, вот как мог родиться этот дьявол в душе Ивана, про который он пишет вот так открыто в интернете? Я даже не могу сказать, потому что в армии он не конфликтовал вообще ни с кем. Про что я говорил, что он никогда не был конфликтным. Ну, могу сказать, что, конечно, точка в этом деле еще не поставлена, и нельзя не отвергать ни одну из версий, по которой вы говорили здесь сегодня, что, конечно, может быть, что это все подстроено, но если бы он не так сладострастно рассказывал бы все это открыто на видео. Но я надеюсь, что следствие, которое быстро отреагировало и задержало подозреваемого, разберется в том, что произошло. И еще раз хочу обратиться ко всем телезрителям. Будьте аккуратнее с теми, с кем вы знакомитесь в социальной сети, и с теми, с кем, кто работает с вами рядом. Берегите себя и своих близких. До свидания. Нам хотелось бы, как говорится, чтобы этот позор побыстрее закончился, и чтобы они уехали отсюда к себе домой, в свой дом, в Курск. Позором для жителя кабардино-балкарского села Нартан Андрея Уздина стала его родная племянница Настя. Несколько месяцев 14-летнюю девочку местные парни на машине увозили из дома, а однажды на окраине села Нартан Настю изнасиловали 15 человек. При этом, по словам ребенка, ее избивали, приветствовали рядом с собакой и продавали за ящик пива. Мы приехали сюда, ну и все. Было... Был бетонный пол. Он меня, в общем, раздел, он меня избил, он меня ударил битой, у меня было сокращение мозга, у меня очень сильно болела голова. Меня избили. Я не понимаю, зачем это все надо было делать со мной. Мать девочки Наталья не знала об издевательствах над дочерью, потому что насильники запугали ребенка расправой. Били, насиловали. За голову не взялась, у нее вся голова была такая разбитая. В нашем следующем эфире. Почему даже близкие родственники изнасилованной девочки считают, что она сама виновата и выгоняют ее из дома? И как получилось, что вся эта история произошла не по закону гор? Субтитры создавал DimaTorzok